настоящий кайф ребята в Йемене могут выращивать не только боевиков куситов но и прекрасные манго поехали мы за парфюмом но все светик у нас вот как арабская модница теперь вот такой красивой шапочке идет но вот он не хочет уступать а свете понравилось ну возьмем за 40 свежайший кокосик с пылу с жару ну что до свидания персидский залив здравствуйте дорогие друзья в эфире канал три билета и мы до сих пор находимся в абу-даби так вот начинается обычный день в столице объединенных арабских эмиратов бассейн подогреваемый солнышко пока не печет красота мы уже сходили на завтрак очень вкусные завтраки в отеле софитель это ли не рай дамы и господа удивительное дело вот мы здесь уже восьмой день получается и ни разу я еще не купался вот в этом основном бассейне хотя когда вы ищете отзывы об отеле софитель абу-даби корниш пять звезд вы в первую очередь наткнетесь на фотографии именно вот этого бассейна но то ли потому что не сезон то ли потому что сейчас рамадан шезлонги просто заменили на столики и здесь как-то не очень связи с этим комфортно купаться то есть нужно идти кого-то просить чтобы тебе принесли шезлонг вот эти видео 6 шезлонгов стоят они уже заняты поэтому все эти дни если мы находились в отеле мы купались в другом бассейне который находится там вот за этим низеньким зданием там солнечная сторона и там не менее прекрасно просто бассейн чуть поменьше размером пользуясь случаем хочу передать привет всем кто меня знает и напомнить всем зрителям если вы покупаете туры через травилату то всегда сможете получить скидку от канала три билета достаточно перейти по ссылке которую найдете в описании к этому ролику выбрать тур и перед оплатой достаточно ввести промо-код от трех билетов промо-коды вы тоже найдете в описании и все если ваш тур например стоит дороже 100 тысяч рублей то скидка будет 2000 и от вас при этом ничего не требуется пользуйтесь это место эта локация оживает примерно 18 30 когда у мусульман случается ифтар рамадан сейчас они же не едят при свете солнца не пьют вот а вечером тут собираются обеспеченные жители абу даби для приема пищи приезжают целыми семьями все нарядно одеты для них это праздник а вот и здесь для них готовят всякие вкусности морепродукты мясо жарит шашлык здесь все столики заняты как правило а бассейн вообще не глубокий я думал тут где-то будет и поглубже в каком-то месте нет мелкий мелкий но с другой стороны если вы отдыхаете с детьми это очень удобно здесь тоже смотрите есть джакузи рядышком с большим бассейном что ж опробуем и его ох вода теплая какая горячая практически ух красота настоящий кайф ребята отдыхать это конечно это мы любим отдыхать это не работать какие у нас планы на сегодня конечно поедем отдыхать на пляж корниш но не сейчас дело в том что вчера когда я ездил в дубай девочки отдыхали на этом пляже часиков с 12 и сказали что в это время было невыносимо жарко и душно поэтому поедем на пляж корниш часам к трем а пока займемся всякими покупками все-таки завтра улетать нужно кое-что подкупить сейчас я направился в сторону продуктового магазина там напротив есть лавочка продают фрукты хотим купить один ящичек коробочку да коробочку коробочку манго манго здесь очень вкусные и вот хотим увезти с собой коробку в коробке 9 штук посмотрим сколько она будет стоить в магазине так на вес получалось последний раз 15 дирхамов за 4 штучки посмотрим может быть удобнее в коробке же вести да чтоб не раздавились сейчас дойдем посмотрим что по ценам ахахаха а окей вот друзья мои смотрите вот лавочка фрукты овощи здесь мы посмотрим манго бокс оф манго прайс вот смотрите вот такую хочу купить коробочку сколько стоит прайс манго 13 дирхамов за килограмм вот взял он сейчас коробочку будет взвешивать ну интересно сюда ведь и не попасть или они отодвинули просто чтобы что-то починить очень странно сколько получается за коробку двадцать семь дирхамов айтекет в йемене могут выращивать не только боевиков хуситов но и прекрасные манго смотрите 9 штучек все как на подбор один к одному стоит такая коробка 27 дирхамов это считается копейки то есть 600 700 рублей на наши деньги красота поехали мы за парфюмом в мадина заед gold центр да не самый фешенебельный конечно торговый центр но ездили мы тут в абу-даби мол и встретили там русскую женщину продавца она говорит зачем зачем вы здесь ищите парфюм вам нужно ехать в мадина центр и там говорит все то же самое только дешевле раза в два горит живое здесь 27 лет поэтому слушайте меня мы послушали действительно но там уже один раз были сейчас едем до закупаться этот мадина центр он находится рядышком со всем с нашим отелем прошлый раз мы ехали просто из дубай мол а и не знали где это все находится но вот нащелкал счетчик примерно 9 дирхам но пришлось добавить потому что минимальная плата 12 такие тут правила садишься в такси сразу тебе пятачок накидывают за посадку и потом уже по 25 копеек тебе там насчитывается в общем в какой центр не приедь какой мол не приедь везде людей вообще совсем немного пожалуйста все есть часы какие-то а у ну какие-то детские часы алисик просто полицейских да не знаю какой то нет это не электрошокер какой-то может быть счетчик так светик нашла что-то давайте пойдем за ней парфюм парфюм дамы и господа вот здесь разные арабские духи представлены но вот наклейки это не цена всякие разные сладкие несладкие говорит вот там грубо говоря 50 дирхам до ста двадцати пяти играет на этой витрине света а чем вообще отличается арабский например да запахи ароматы от ну французских например мне кажется вот любители французской классики вот наверняка они как-то с осторожностью подойдут арабским духом вот этим ароматом потому что они очень терпкие но тебе это нравится какие больше ну кстати я попробовал да уже несколько здесь вот абу даби мы взяли мне нравятся такие сладковатые то есть не унисекс мне вот эти вот какие-то шипровые да я такие сладкие больше здесь если вам нравится какие-то сладкие ароматы древесные мускусные вот это вот все здесь можно найти что мне нравится в парфюмерных магазинчиках отделах абу даби то что здесь всегда есть кресло не знаю для кого может быть тут дамы сидят и выбирают определяются с ароматом духов но это очень полезные девайсы для их супругов мужчина может сесть прямо вот посреди зала в удобное кресло и расслабиться и ждать пока его жена выбирает себе парфюм очень удобно я считаю вот дорогие наши друзья вот разыграем мы наверное три таких браслеты на ногу сейчас выберем вот из этой кучки три браслетика уже нравится очень вот это вот этот браслетик на загорелой кожи это на ножку летом будет смотреться очень красиво потом вот эти маленькие звездочки конечно очень классные вот эти большие и сердечками сердечки вот покажите пожалуйста вот мужчина продавец обещает что это не потеряет цвет но не какая-то грубая подделка говорит все тут это все четко но поверим ему браслет светланка увидела местные арабские украшения на голову и все мне кажется это называется тика тика а как она держится ну вообще-то очень красиво ну все светик у нас вот как арабская модница теперь вот такой красивой шапочке идет удобно светлана она же легкая ничего не жмет нормально замечательно очень красиво я считаю помытищем самое то будет ходить можно и нужно торговаться друзья мои сначала конечно продавец такой отморозился говорит нет что вы это утренние цены здесь мы не даем скидку но в итоге мы купили 4 браслетика на ногу за один он просил по 30 дирхам мы взяли 4 штуки и за 100 я сказал ему иначе брать не буду все развернусь и уйду он говорит ладно за 100 наверное можно было еще скинуть но ладно и вот эта вот шапочка на светлане шапочка украшения сначала он попросил 65 дирхам я говорю 50 . он говорит все окей подходите покупайте самые лучшие украшения на нашем рынке пока подходите не скупитесь лучше украшения на рынке пожалуйста золото серебро арабские драгоценные камни подходите сегодня подешевело налетаем и свете приглянулись вот такие сережки в арабском стиле стоят они 40 дирхам но они не очень праздничные да например как вот эти то есть их можно будет вот он не хочет уступать а свете понравилось но возьмем за 40 дешевле чем все остальные вот продавец скидку нам сделать не захотел зато у нас новый подписчик сейчас будет подпишется на наш youtube канал какой-то дядька араб все вокруг нас крутился крутился куда мы не подойдем какому лайку тут же он появляется что-то смотрит смеется что-то пытается заговорить я с ним давайте с вами сфотографировать это давайте и все и мы уехали наверх и он где-то потерялся чего на нас смотрел зашли в какой-то магазин одежды вот посмотрите что по ценам это детские детские пола по 29 дирхам но интересные расцветочки а так конечно честно говоря вроде и глаз положить не на что это мы сейчас детском отделе с вами детские джинсы 59 дирхам так это по 29 эти джинсы 39 алиса решила что ей необходима вот такая футболка стоит она 39 дирхам не знаю хочет ребенок значит купим вот зашли в магазинчик сейчас я себе беру арахиса соленого так почему он но 2828 за за сколько получается за 100 граммов нет за килограмм 28 дирхамов а вот фисташка 68 но куча всего миндаль миндаль почем миндаль почем не вижу здесь есть всякие конфеты но я думаю что производство тоже разных стран вот взял орехов арахис с солью 200 граммов вытянули на 5 дирхам всего-навсего хвастайся светлана еще одни арабские духи они мне очень сильно понравились я затестила их на руку походила по торговому центру и мне очень нравится в общем все я поклонница арабских духов хорошая цена и но вы скажите куда тебе столько духов у меня есть мама у меня свекровь периодически я им подгоняю кое-какие ароматы все пригодится но и осталось добавить что цена 70 дирхам продавец попросил меня чтобы я снял название магазина дубай гэллери дубай гэллери гэллери дубай дубай панки варимать и вот ребята сейчас мы взяли мускусы вот такие вот баночки он продает их по 15 дирхам но поскольку мы у него уже постоянные клиенты он нам отпускает по 10 и сейчас даже свете подарил четвертую баночку в общем продавец великолепный вот с ней моего кишоп марина парфюм давайте я вам покажу марина перфюм вот пожалуйста есть не везде кстати его можно купить и я вот уже испробовала прям очень хорошо так на кожу держится приятный аромат и здесь очень хорошей цене да да и дядька вот скидывает вообще на раз-два все спасибо большое спасибо сейчас час дня и правда очень душно прям солнце так припекает нам сейчас нужно еще не было так жарко вот сейчас уже прошла неделя и прямо начинается вот этот солнцепек в общем погода стремительно меняется да сложно представить что же тут происходит прямо летом тут же просто как микроволновки наверное так сейчас мы возвращаемся в отель сразу отсюда не поехали на пляж потому что в отеле там полотенца надо взять а сразу если взять сразу если бы взяли их то блин чё таскались полотенцами в общем сейчас возвращаемся в отель берем полотенце едем на пляж а вот сейчас с уважаемым ноушат ноушат по куню мошат по куню в аэрофром индия вот он объяснил я говорю а почему у вас какой-то странный стоит тут дисплей он говорит это старая модель сейчас в машинах во всех такси уже стоит новая которая обслуживает карты виза а это говорит виза не обслуживает поэтому он сразу спросил меня типа карту у вас или кэш я говорю только кэш любим кэш он говорит тогда welcome to abu dhabi ноушат говорит что живет здесь в абу-даби уже пять лет вырезаю фэмили и линдзя вай before my family is here uh-huh this is my new job my job is this a coordinator that im I have free time now this job is not the time that's way not spend time more time no time Поэтому я отправлю его в Индию. Ты любишь Абу-Даби или Индию больше? Все любят в родной стране. Но это моя часть жизни. Абу-Даби хорошо. Только 3,5 часа. 5 часа. Все, говорит, брошу эту работу и поеду туда к семье в Индию. Мне вообще по барабану. Я летаю туда-сюда, когда захочу. Вот молодец вообще, да? Взял жену, отправил с ребенком. Все, они там теперь живут. А я здесь. Мне все нравится. Зашли охладиться кокосиками. Да. Абу-Даби хорошо кокосиками. За 3 штуки. За 3 штуки он... Да, окей, окей. За 3 штуки он с нас запросил 21 дирхам. На рыбном рынке мы отдали по десятке за 1. То есть дешевле. Посмотрим, насколько они лучше или хуже. Свежайший кокосик. С пылу с жару. Опа. Хорошо. Алиса. Мадемуазель. А, он уже все открыл. Ага. Опа. Один. Все. И... И... Светланке. Все. 21. Бай-бай. Ну что, пробуем. Сейчас холодный кокос как нельзя кстати. Такая духота. Там был похолоднее, но здесь тоже вроде ничего. На рынке был очень вкуснее, этот немного кисловатый. Да. И там был послаще как-то, да? Да. Угу. И прям чувствовался больше вкус. Ну, ничего, сойдет нормально. Он с какой-то кислинкой. Не такой сладкий. Вот Алиса, видите, я два несу уже в своих руках, потому что Алиса отказалась пить. В общем, там были топчик кокосы. А это... Ну, в принципе, ничего. На жаре тоже охлаждает. Вот интересно, я сейчас даже не спрашивал, хотел спросить, но не успел. Мне вместе с тремя полотенцами выдали три билета, взрослые и один детский. То есть, вот получается, которые за десять, за десять и за пять. А почему раньше не выдавали? То есть, два раза мы ездили раньше, тоже брали полотенце, нам никто не предложил. Очень странно. Ну, вот в итоге, ребята, входные билеты бесплатные, но единственное, что придется за свои деньги всегда покупать шезлонги и зонтик. Это, напомню, 26 дирхамов с человека. Все, садимся в таксо и едем на пляж Корниш. Погода прям супер для того, чтобы загорать и при этом не обгорать. Доехали за 15 дирхам, ну, то есть там нащелкало 12 чем-то. Понятно, что с чаевыми получается 15. Все, билетики уже на руках. Сейчас купим только шезлонги и будем расслабляться, релакс по полному. И вот как раз мы с вами наблюдаем. Шаттл стоит от отеля Софитель. 14.30. Сейчас через три минуты он повезет отдыхающих обратно в отель. Наверное, те, у кого там куплен обед. Ну, или не куплен, кто так платит. В общем, увозят 14.30. А мы только прибыли. Ну вот, 79 еще дирхамов с нас взяли за шезлонги. Спасибо. Спасибо большое. И вот она, прекрасная жизнь. Один шаг и мы в раю. Все, расположились мы на том же месте, где и позавчера. Вчера вы тоже здесь были? Да. Все. Место очень удобное. До воды недалеко. Да, до всего недалеко. Время для купания в Персидском заливе. Да. Такая, кажется, прохладная опять водица. Да? Надо привыкнуть, Алиса. Надо привыкнуть и все будет хорошо. Ждать мы с вами не будем. Нет у нас времени на излишние ожидания. Заныриваем. Ой, хорошо. Хорошо. Персидский залив. Последний день. Красота. Пошли, моя милая. Не идет? Алиске здесь почему-то не нравится купаться и кажется, что холодно. Допустим, на острове Счастье, на Саадияти она с удовольствием плескалась со мной, а здесь вот смотрите, третий день подряд никак не хочет заходить. Под разными предлогами. То она, видите ли, рыб испугалась, то еще что-нибудь. Но, видимо, действительно, кажется ей здесь водица прохладной. Кто бы что ни говорил. Да и что бы я ни говорил, как бы я ни ворчал, но все-таки нужно отдать должное арабам. Создали они за несколько десятилетий настоящую туристическую Мекку здесь, в пустынных землях. Ну, красавцы. Молодцы. И хотел я еще сказать, не знаю, как насчет Абу-Даби. Может быть, это касается всех Арабских Эмиратов. Но вот привлекают они, привлекают сюда людей, привлекают деньги. Например, вот в Дубае точно. Там ты можешь открыть бизнес и с тебя никаких налогов не будут брать. В общем, приезжаешь даже по туристической визе, ты можешь начать там, не знаю, торговать или что там, каким-то бизнесом заниматься. Все, все денежки они хотят, чтобы текли сюда к ним. И они текут. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. А, это не пятачок, это Алиса. Мы с Алисой идем раскалывать кокос. Ну что, поддастся нам кокос или нет? А можно я тоже попробую? Попробуй. Эй, эй, дай мне попробовать. На, пробуй. Ну кто ж так бьет? Ого! Что там? Ну все, я расколол его почти. Орешек знаний тверд. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Друзья, выяснилось, что это несъедобный кокос. Слишком тонкий слой, который, как правило, едят. Поэтому, увы и ах, ну что в итоге? Он был не очень вкусным и, получается, есть там нечего. Нет, такие кокосы нам не нужны. Ну что, до свидания, Персидский залив. Есть у меня такое ощущение, что если мы скоро и увидимся, то это будет не в УАЭ, а скорее в Иране. Вот в этом киоске, уважаемый продавец, смотрите, вот мы заказали смузи «Разбери лав». Ну это будет, наверное, с чем? С клубничкой, да? Я знаю, там вишня, малина и клубник. А, ну вот. Стоит 22. Вчера девчонки заказывали, он взял с них 20. Сейчас я ему тоже подаю 50, и для удобства сдачи еще 2 дирхама. Он 2 возвращает, говорит, нет, не надо. В общем, вот так вот делает за 20. Хотя написано 22. Молодец. Завлекает покупателей. Паленьки пошли, как я брать. Какой волшебный смузи. Класс. Алиса. Класс. Виндька. Это для тебя. Спасибо большое. Спасибо большое. Танки. Классный чувак. Ну что, дали ему 5 дирхам. Молодец. Ну-ка, Алиса, пробуй. Давай. Ну хотя ты вчера уже пробовала, как сегодня. алиса принялась танцевать значит вкусно сейчас алиса расскажет что это за аппарат такой я знаю я видела короче так какой-то аппарат типа эту воду как-то высасывает и что-то типа не покупал специально вот это берешь свою и теперь отсюда так фронтачком она львется тут фильтры видимо ага улица и тебе интересно как она как она работает без бутылки никак без бутылки не разобраться как говорится все я понял сняты все вопросы относительно корма да у них тут есть всякий и мокрый и сухой вот они ходят хотя и худые но сытые этот вообще тут развалился привет кота фей ладно не бойся чего рис ты хотела в общем мы когда с мамой ходили гулять там где-то вчера да мы видели несколько котов и там прям по всей по всему тротуару вот эти тарелки с едой и там два котика один уже такой или видимо поел а другой все так за всех значит один все съела другие остались голодными видимо они поели а вот этот кот за них все все остатки доел ну молодец какой последний ужин в отеле софитель у меня как обычно тут барашек солености картошка рыба в кляре у светика тоже всякие вкусности супчик а риска набрала рис люля кебаб и овощи с фруктами я пошутил просто фрукты все сейчас прощаемся подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии это абу-даби наш к сожалению сегодня последний день но завтра мы еще полдня здесь так что будет новое видео пока 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 помнишь мы с тобою целовались ночи на пролёт по шумпы воя если лето не вернуть уже я знаю но когда печаль в моей душе я вспоминаю яхта парус в этом мире только мы одни я а а а у уже замучила я сергей арм и 8 Субтитры создавал DimaTorzok И твою улыбку ты открытку подарила мне